Здравствуйте, друзья! Итак, сегодняшнее видео будет достаточно неформатное. Будет несколько причин, и я сейчас их озвучу. Так получилось, что достаточно короткий промежуток времени. Я вывожу достаточно много контента, поэтому не обессудьте. Где-то я в каких-то видео, как некоторые ребята уже сказали, подгорает попа. У некоторых я, может быть, говорю действительно нужные адекватные вещи. Я попробую в этом видео сделать небольшой неформат. Причиной будет достаточно простой момент. Это то, что происходит сейчас с рынком образовательных услуг в 2020 году, да и ранее началось. И перед тем, как начать, я хочу вам показать вот такое видео, которое датируется 5 декабря 2015 года. Как видите, на нем 5 просмотров и написано «Доступ по ссылке». То есть, соответственно, оно не опубликовано. Вы сейчас смотрите видео, скорее всего, его название, если Миша не переименовал, «Спираль обещаний маркетинга 2020». Итак, в чем смысл того видео и почему оно не опубликовано? Смысл достаточно простой. С каждым годом инфобизнесмену любому, который варится в котле с другими в аду, с другими конкурентами, приходится обещать все больше и больше, чтобы люди к нему шли, а не шли к конкуренту. Это достаточно логично. То есть, обещать больше, давать больше гарантий и прочее, прочее. И это было актуально до 2017 года. И в 2015 году, когда я снял это видео, Миша его посмотрел, мы тогда с ним работали только год. И он сказал, слушай, ну это совсем не формат, мол, давай лучше это не будем выкладывать. И, ну, я с ним на тот момент согласился, хотя видео достаточно актуальненькое. Наверное, ссылочку на него я оставлю в комментариях, чтобы вы послушали. Возможно, будет интересно. Но коротенько, тем более. Это будет подлиннее. После 2017 года, после того, как люди в сети начали как-то более-менее, даже 18-го, лучше сказать, года, люди как-то начали по-другому себя вести. Люди понимают, что мы, конечно же, говорим сейчас про обещания в основном в бизнес-сфере, да, там, где людям обещают все больше и больше денег за все меньше и меньше работу. И к 2018 году аудитория публика в интернете все-таки как-то поумнела. Люди понимают, да, в какой-то момент, что все-таки в списке Forbes что-то людей не прибавляется. У России достаточно сильно падает, ну, после 2012 года, да, когда у нас был максимальный, в принципе, прирост ВВП и так далее, так далее. В 2014 году у нас случился, напомню, кризис, да. После этого очень у нас страдальный, многострадальный был 2015 год по маркетингу. Мало кто, наверное, помнит, потому что мало кто этим всем занимался. Именно, наверное, на этой волне в 2015 году я и снимал ролик, уже даже не помню. И так далее. То есть, 2016 год был достаточно плохенький. В 2017 году вроде как люди начали уже более-менее что-то покупать. То есть, поняли, что лучше не станет. И начали тратить деньги. В 2018 году все пришло к тому, что те люди, которые изначально хотели, с вашего позволения, поставлю посветлее что-нибудь, какой-нибудь экранчик, например, партнерский беспредел, про который я сейчас обязательно скажу. Так вот, в 2018 году люди уже поняли, что миллионерами, наверное, им не быть, особенно долларовыми, даже и пройдя пару-тройку-десяток курсов. И уже начали искать, и на том, на этой волне, да, на то, что люди уже начали и терять работу, и начали искать хоть какую-то подработку с более-менее нормальной зарплатой. Ну и вообще, скажем так, интеллект в сети немножко вырос. Ну, уже так легко не проведешь людей. Люди начали искать профессии. И если все мы помним, конечно же, освоить интернет-профессию. И, ну, конечно же, логично, что это все прожило где-то около двух лет. И сейчас, если мы посмотрим, там, начиная с конца 2019 года, конца 2020 года, сейчас все больше набирает хейт в сторону вообще, что, о, ты обучаешь профессии какой-то негодяй. И все вокруг люди, в принципе, хаят таких господинов. Это грустно. Это грустно. Я сейчас все это попробую рассказать и объяснить, почему вообще, зачем смысл-то этого видео. Итак, вот у нас есть замечательный такой вот тренинг, называется «Партнерский беспредел». И я сейчас немножко расскажу чуть-чуть в историю, уйду, с вашего позволения, до того, как появился Женя в «Партнерском беспределе», и вообще до того, как он сам появился. Я в 2000, ну, давайте так назовем, первое свое наставничество, полноценное, сам один по себе, за то, за что я взял действительно деньги, я провел в 2014 году. И формат наставничества заключался в следующем образом. Я не помню, было то ли у меня 5, то ли 6 человек буквально. Я обозначил за наставничество 150 тысяч рублей, даже по сегодняшним меркам это очень большие деньги, а тогда, о, в 2014 году, до кризиса. Сами понимаете. Но я декларировал следующее. Человек приходит, ставит какую-то цель, ну, она должна быть более-менее реалистичной, за какой-то определенный промежуток, я не помню, на тот момент, по-моему, было около 3 месяцев, он должен был достигнуть этот результат под моим руководством, и если он его достигает, то я ему отдаю половину от суммы, которую он внес. То есть он наносит 150 тысяч рублей, 75 тысяч рублей ему, собственно, возвращалось. И, как вы понимаете, это гениальная бизнес-модель, потому что, в принципе, можно делать что угодно и стараться ему вставлять любые палки в колеса и 150 тысяч забирать себе. Ну, это, конечно, шутки шутками, но, тем не менее, я не помню, чтобы хоть один человек у меня забрал половину из этих денег. Ну, соответственно, люди ставили достаточно высокие, декларировали цели. Я бы не сказал бы, что наставничество получилось провальным, оно получилось очень хорошим, оно получилось энергичным, но люди не до конца, до того результата, который они хотели, они все-таки не дошли. Но, видимо, это связано было с тем, что 75 тысяч обратно вернуть при условии, что человек хочет выйти на 300, на 400, на 500, даже в то время, это казалось все-таки какой-то достаточно большой глупостью. Окей, сейчас мы возвращаемся немножко ближе к телу, соответственно, время шло, наставничество росло, я в какой-то момент уже очень жестко выгорал, особенно выгорал, когда проходил, по-моему, Женя у меня тренинг, это в 2017 году, ну, мы с ним как минимум последний раз общались на эту тему, и у меня был на тот момент 4 потока в неделю, соответственно, 4 раза я, 4 дня приходилось тратить на то, чтобы общаться с людьми, разбирать их проблемы и прочее. По-моему, их было на тот момент в каждый день по 15 человек, если я не ошибаюсь, ну, вот, 4 дня в неделю. Это было очень тяжело физически, это было очень сложно. На тот момент появился Женя, Женя хотел просто, чтобы я, так сказать, его немножко, ну, был личным наставником, на что я ему предложил не личное наставничество, а просто потренировать людей, потому что на практике, когда со стороны видишь, больше открывается, ну, некоторых своих проблем в том числе. Да и плюс я очень сильно выгорать стал. И Женя, естественно, на тот момент принял такой кредо помощника, когда мы открыли наставничество, и Женя начал в 18-м, в 18-м году, если я не ошибаюсь, или в конце, в конце, по-моему, в 18-м году, если я не ошибаюсь, начал со мной проводить как раз занятия. Вот, ну, то есть проводил он, по сути, со мной в параллель, то есть, соответственно, он со мной вместе сидел и просто помогал, комментировал, да, отвечал, да, нет, кивал головой. Вот, ну, далее всю историю, я думаю, вы знаете прекрасно, там всякие отзывы, и, ну, все можно найти в сети, тут как бы все бесследно не исчезает, как мы знаем. И совсем недавно, ну, как недавно, вообще это года два, наверное, первый раз разговор зашел, но абсолютно недавно, несколько дней назад мы с Женей общались и разговаривали вот про эту вот кнопочку, результаты учеников. И последние, ну, вообще, я хочу сразу сказать, что последний год я практически не принимал участия, в основном, во всех этих партнерских беспределах и так далее, потому что курс, по сути, был мною записан еще в 2015 году, и далее Женя его, я уже многократно говорил, он молодец, он его, ну, как бриллиант огранил, что очень важно, естественно, потому что добыть бриллиант, может быть, несложно, ну, относительно, а огранить его сложнее, по всяком случае, более труднозатратно. Так вот, к результатам учеников у меня очень такое скептическое отношение, потому что все достигают достаточно неплохой результат, да, небольшой, но именно вот, если вы посмотрите еще раз название этого видео, вы поймете, что речь идет о больших результатах, то есть миллион в месяц, два миллиона в месяц и так далее. И таких результатов, на самом деле, единицы. И тут мы сошлись с Женей немножко в баталии, ну, по сути, и до этого у нас были эти разговоры, чтобы вы понимали, ну, то есть мы постоянно дискуссию ведем. Я стараюсь вывести результаты учеников до миллиона. В этом году чистыми получилось вывести на 887, по-моему, или на 883, надо точно посмотреть, тысячи рублей в месяц, которые продержались хоть какое-то время, это достаточно неплохо, ну, сезонный, да, так скажем, именно результат на партнерстве, хочу заметить. Я считаю, это, в принципе, неплохой результат, но не миллион. А миллион – это достаточно круглая цифра, которая заинтересует достаточно многих вас. С чем Женя немножко не согласен, потому что Женя посчитал, что, в принципе, вам неинтересны кейсы, мол, миллионные. Хотя мы знаем, что есть люди, которые приходят и спрашивают про миллион, про два миллиона. Ну, многие, конечно, люди даже близко эти деньги не считали. Почему баталия такая у нас с ним сошлась? Потому что, по сути, миллион на партнерстве, да, заработать достаточно сложно, потому что там нужно иметь правильную автоматизацию. Ну, вообще, давайте издалека начнем. Нужно правильную систему выстроить. Надо ее повторить много раз. Надо сразу же нанять достаточно большое количество персонала. Нужно это все автоматизировать. За этим нужно следить. Нужно нанять какого-то небольшого директора, который будет либо заниматься маркетингом, либо внутренним устройством таким, ну, не генеральный директор, назовем его восполнительный директор, который сможет за системой, да, следить и прочее. А в идеале вообще двух человек нанять. Чтобы можно было просто сидеть, смотреть на цифры и заниматься стратегией. И, как вы понимаете, таких людей, которые действительно могут сделать, действительно неплохих и управленцев, и бизнесменов, и все это сложить, их можно собрать по пальцам, посчитать. И они обычно такие легкие дарования. То есть далеко не всем, во-первых, это нужно, просто не нужно. Ну, миллион месяц действительно далеко. Ну, кто-то опять же скажет, что это все очень относительно. Я с вами соглашусь, потому что я считаю, что миллион месяц пока, ну, на данный момент в России, конечно, это очень хорошая, крутая цифра, но недостаточная для Москвы и для предпринимательства как такового, потому что цифра очень шаткая, можно свалиться очень резко в ноль. Ну, то есть нужно больше зарабатывать, просто тогда система будет более стабильной, и падения не будут такими серьезными. Вот. Ну, и плюсом мы знаем, что если перевести миллион рублей в доллары, ну, мы здесь получим достаточно печальную цифру, потому что 600 тысяч, 700 даже тысяч рублей сейчас, это 10 тысяч долларов. Это очень, в принципе, неплохая зарплата, да, где-нибудь в Европе и так далее. Неплохая, кстати, зарплата хорошего, там, айтишника, какого-нибудь, хотел сказать, джуниора, сеньора, да, там, какого-нибудь. Сеньор получает где-то 400-300, ну, там, в переводе с долларов. Вот. Ну, в иностранных компаниях, которые живут в России, назовем их так. И единственное ограничение, что действительно зажиточный человек считается в Европе и в Америке тот, кто зарабатывает в среднем 50 тысяч долларов. Ну, и, соответственно, здесь мы можем прикинуть и посчитать, что такие деньги мы с вами-то, ну, многие не имеют. И даже мне очень тяжело к таким цифрам подобраться, ну, достаточно постоянно. Вот. И, ну, это действительно очень большие суммы, посчитайте сами. Если раньше это были сущие копейки, то сейчас это достаточно, там, нужно уже... Я даже специально калькулятор открою, чтобы не соврать. Ну, правильно, я хотел сказать 3,5, ну, 4 миллиона рублей в месяц. Это надо просто постоянно выгребать. Это достаточно неплохая сумма, как вы понимаете. Особенно, если мы считаем чистыми, да, при условии, что есть еще какая-то система. То есть, оборотка должна быть у вас, ну, не меньше где-то 6, 10, 70, 80 в партнерстве. Ну, то есть, ваша личная оборотка. А с партнерами и так далее. То есть, это какие-то космические деньги. Ну, и того, мы пришли, что это достаточно геморройно и сложно. Почему, опять же, возвращаясь, почему это так, об этом нужно говорить, почему это очень важно? Потому что многие люди считают, что, ну, чем больше люди, там, какие-то инфобизнесмены декларируют результатов, то есть, условно говоря, если там есть 18 кейсов по миллион, то значит, шанс, что я буду миллионером, он возрастает. Это немножко не так. Я сейчас, конечно, не буду искать картинку, но, не знаю, на монтаже вставлю или нет. Короче, смысл какой? В том, что всегда люди, естественно, будут бросаться на яркую обертку, но когда вас заставят хоть чуть-чуть поработать, то есть, заставить вас быть хоть немножечко, заставить именно поработать на результат, многие из вас просто сразу соскочат, особенно, если демотивируют тем, что вы будете зарабатывать даже 100-150 тысяч рублей в месяц, потому что кто-то из вас зарабатывает на работе, условно, приближенные суммы, и вы сидите там, условно, пердите и ничего не делаете на работе, это уже замечательно, а тут надо вкалывать стресс постоянно, и новые люди, какие-то проблемы постоянно новые, куда-то нужно расти и так далее. То есть, это слишком сложно. И многие люди, естественно, сразу же отказываются от этой идеи и уходят либо в изначальную точку, где были, условно, на работе или занимаются своим бизнесом, либо уходят там, где обещают больше и говорят, что меньше нужно работать. Хотя и головой могут понимать, что это все какая-то хрень, но там просто обещают, а здесь вообще ничего не обещают. Что ж такое? И я сейчас попробую еще привести примерчик на таком примере. У меня есть такой вот интересный презентация, которую я показывал в монстрах маркетинга 2020 года, что очень сильно задемотивировало некоторых людей, которым в интернете пообещали, условно говоря, золотые горы. Ну, давайте просто вкратце поговорим. Во-первых, что декларируют нынешние курсы по, ну, опять же, обучению контекстной рекламы? То, что вы выйдете на доход 50 тысяч рублей через два месяца. Ну, опять же, конечно же, можно выйти при условии того, что вы будете зарабатывать. Представляете, есть одна большая проблема. Это то, что рынок, например, таргетологов, директологов и так далее, он перенасыщен все равно людьми. То есть, куда бы вы ни плюнули, надо понимать, что люди готовы платить большие деньги за, ну, то есть, зарплату вам готовы платить, взять на работу, готовы вам просто платить как фрилансеру, при условии, что вы действительно хороший специалист. А вот вопрос, будете ли вы хороший специалист просто потому, что вы так захотели, без опыта, здесь очень спорно. То же самое, кстати, относится и к партнерскому беспределу, но мы будем проводить аналогии максимальные, с вашего позволения. Работай 2-4 часа в день и проводи больше времени с семьей. Ну, тоже это вот очень спорный вопрос. Опять же, если вы набираете там несколько проектов, любой человек, любой директолог, который сейчас слушает, может написать в комментариях и скажет, что иногда приходится работать по 8-10 часов в день. То есть, ну, тут все очень спорно, если только вы, опять же, не глава агентства, или вот, ну, как я. Я сразу говорю, я последнее время тунеядство отчасти по причине того, что я автоматизировал все. Когда-то мне говорили, что инфобизнес это такая, ну, когда я еще людей не слушал, особо более взрослых, они говорили, ведь инфобизнес это такая вещь, во-первых, сегодня ты на хайпе, так сказать, ты известный, а завтра ты никому нафиг не нужный, и, в общем-то, система-то у тебя там, вот то, что мы говорим про партнерский беспредел, она постоянно будет работать, да, ну, сезон пошел, еще следующий сезон, и так далее, но работает. Все равно система будет работать. Особенно, если вы на результат работаете, постоянно занимаясь этой системой. А инфобизнес это как шоу-бизнес, то же самое, вы так появились и пропали, сколько таких примеров, миллиард. Вот, поэтому я где-то последние лет пять на это дело не ставлю вообще никакие ставки, ну, то есть, вы можете это, в принципе, видеть, я особо сильно не занимаюсь тем, что там не показываю, как я, там, не знаю, живу, отдыхаю, я просто не вижу никакого в этом смысла, там, заниматься лайв-стримингом 24 на 7, что я делаю и тому подобное, и свои мысли не высказываю, потому что для того, чтобы нормально структурировать какую-то мысль, донести ее, сначала надо 10 раз, ну, так сказать, подумать, применить, а потом уже излагать, иначе это идиотизм полный. Так вот, самое-то интересное, что я постарался максимально весь инфобизнес построить, ну, так как у меня уже есть работающие бизнесы, которые работают, ну, я не могу сказать, что полностью на автомате, но достаточно сильно на автомате тоже агентство, которое, в принципе, само обрабатывает какую-то часть там заявок, сама их подписывает договора, все деньги приходят и так далее, то есть, все происходит, так сказать, автономно. Вес моего ведома на какой-то там процент, на 90%, на 80% и так далее. И, ну, мы назовем, я просто один из примеров привел, их достаточно, их большее количество. Так вот, в инфобизнесе я постарался такую же схему развить, то есть, сделать так, чтобы меня трогали по минимуму, чтобы я не делал максимально там сколько-то контента, я его сделал, и далее, пожалуйста, вот есть люди, вот они там занимаются, они там правильно режут там видео, они все публикуют, сами отвечают на вопросы и так далее, и так далее. Я постарался это делегировать, и я считаю это максимально грамотный и правильный поступок, кто бы ничего не говорил. Хотя, вот недавно абсолютно общались тоже в конфе с парнем, который считает, что нужно писать постоянно контент самому. Есть одна большая проблема, если вы специалист, либо вы предприниматель, и если вы только и занимаетесь тем, что пишете контент, и отвечаете там своим фанатам, то, в принципе, у вас нет времени на то, чтобы, ну, заниматься бизнесом. А если вы не занимаетесь бизнесом, о чем вы собираетесь там рассказывать? И вот это самая большая проблема как раз всех этих обещаний, потому что люди начинают рассказывать о том, какие они классные, но при этом у них нет ничего, ну, вот вообще ничего. И у меня, к сожалению, личных примеров, которые, ребят, которые занимаются, либо вышли в инфобизнес, да, которые перестали заниматься бизнесом, или которые просто начали заниматься инфобизнесом, просто не умея ничего, просто, а ладно, я и так покажу, людям, люди и так схавают. Вот, к сожалению, слишком очень много, причем настолько нахального вранья, я, ну, никогда столько не видел, если честно. Так вот, ну, понятно, про точки и так далее нас мало что интересует. Ну, вот бесплатные тренинги, давайте почитаем. Получить пошаговый план, чтобы получать, чтобы заработать первые деньги за месяц, окей. Инструкция, окей, практика. На практике вы научитесь настраивать рекламные кампании на бесплатном тренинге. При этом, если открыть эти же все тренинги, вот эти бесплатные, посмотреть все-таки, ну, план занятий, то увидите, вы увидите, что практика по настройке рекламных кампаний занимает в лучшем случае пару часов. Вот вы приходите вообще без опыта. Человек, который, ну, плюс-минус, да, что-то знает о интернет-маркетинге, допустим. Что вы там научитесь, даже при условии, что у вас есть хоть какие-то знания, мне очень сложно представить. По-моему, я очень много раз рассказывал эту байку и историю. Это даже не байка, это реалия, которой можно даже пруфы найти, поднять. Когда-то был такой очень интересный тренинг, назывался он «Реальный директ». В году, в 14-м, 15-м, 16-м. Наверное, 15-й, 16-й, потому что это было как раз после того видео, уже снято. Так вот, было дело, когда меня приглашали, так сказать, на кастинг данного тренинга, то есть предлагали мне выступить, быть его ведущим. И изначально меня приглашали на бесплатные мероприятия, где помощница, я не помню, кого-то из двух ребят, там, Пети или Миша, да, бизнес-молодости, у меня есть переписка, надо ее просто освежить и поднять, посмотреть. В общем-то, она меня приглашала провести бесплатные мероприятия. И занятие называлось, мероприятие называлось «Фишки, настройка рекламной кампании». И это должно было происходить, во-первых, вживую, то есть, условно говоря, вот так. И, во-вторых, надо было рассказать и настроить рекламную кампанию за два часа. На что я сказал откровенно «нет», потому что я спросил уровень людей, спросил, что вы хотите конкретно говорить. «Ну, чтобы вы просто показали, как настроить рекламную кампанию за два часа, с деталями, чтобы вы понимали, с деталями, не просто общий план, да, вот именно с деталями». Как вы понимаете, это полный идиотизм, и на что я на тот момент отказался. И, ну, потому что я спросил детали, и детали меня вообще не устраивали. Я сказал, что это надо разделить на несколько занятий, и тогда, ну, хоть как-то это... Мы сказали, нет, такое не получится, нам надо вот. Понятно, ну, задача у людей сначала, условно, у них своя, да, им заработать денег, а дать контент уже второй вопрос. Вот, еще, почему я, например, не занимаюсь больше очным обучением, хотя люди очень часто спрашивали раньше, сейчас хоть как-то люди вроде бы отстали от меня. Я закончил очное обучение, это первое занятие тренинга директологов первого, вот вы видите, написано 14 марта 2014 года. У меня висит до сих пор на YouTube-канале, это загружено, оно проведено, естественно, раньше было. Просто занимательно то, что я проводил тренинги директологов до 2015 года, если я не ошибаюсь, вживую, а после я перевел их в онлайн. В онлайне, во-первых, удобнее вести подкасты, потому что вот я сижу, показываю, нажимаю кнопки, и вы все видите. Оно записывается в видео, люди достаточно могут легко отмотать, перемотать, посмотреть. Вот эта порнография, это порнография, и все. И аргументировать то, что есть живое общение, то, что вы можете задать вопрос и так далее, это все очень-очень субъективно. Субъективно, ну понятно, что у нас сейчас вообще реалии всяких пандемий и прочее, все переводится на онлайн образование. Я, в принципе, кстати, этому рад, потому что это более конструктивно и правильно. Потому что даже если выключить мою веб-камеру, сейчас вы просто будете слышать мой голос, этого вам будет, в принципе, достаточно. Но, тем не менее, я на тот момент увидел, просто проведя онлайн тренинг, переведя его полностью в онлайн режим, что у людей просто лучший результат. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы отказаться от вот этой всей затеи. И также ровно в 17-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, или в 18-м году, я отказался, в 18-м году, мы уже отказались от того, чтобы вести наставничество, будущее, да, партнерский беспредел или первые 200к на партнерстве, тренинги. И мы отказались от живых мероприятий. Ну, потому что они прикольные, да, прикольно где-нибудь посидеть, там, покурить кальян с ребятами где-нибудь в кафе. Но это, ну, такой разговор условно светский. Далеко не для обучения. То есть что-то подметьте, какую-то фишечку и так далее, да, без спор. Но это у нас, например, и так есть в программе, так скажем. Почему я еще провожу только курсы раз в год? Я считаю, что это максимально правильно. Я сейчас попробую тоже это объяснить. Это очень важная информация для тех, кто просто думает, что вот инфо-цыганы, инфо-цыганы. Ну, я повторюсь, есть, конечно, большинство людей, которые, ну, опытные, да, там, директологи, бизнесмены, они это все очень легко раскусывают, потому что там все понятно. Там спроси пару вопросов наводящих, и человек начинает плавать, теряться, и, в общем-то, на любом вебинаре. Ну, или просто посмотреть, что человек мелет. И вы поймете все сразу. Для новичков это тяжело, более сложно. Потому что, например, я говорю какую-то билиберду на вебинарах, когда рассказываю или вживую настраиваю рекламную кампанию для людей, это очень тяжело. А вот человек говорит, да там нажмите три кнопки, все будет легко. Ну, там все понятно, там легко. Но, в общем-то, первое, вот, например, про курсы, это монстр маркетинга. Раз в год я, например, обновляю тренинг, просто потому что раз в год серьезно обновляется Яндекс.Директ, Кугл.Идвордс. Пожалуй, этот год был действительно серьезный на изменения, и он обновлялся Яндекс.Директ к Гуглу чуть поменьше. Да, вопрос в Гугл Аналитикс обновился, да, появился Гугл Сигнлс, там, Гугл Аналитикс 4.0. Он появился, ну, это серьезное обновление. И еще там несколько таких мажорных и десяток минорных обновлений было в Гугл АДС. Сейчас в Яндексе было, конечно, больше там мажорных обновлений, то есть серьезных обновлений, да, которые влияют. И есть о чем сказать, и можно проводить хоть два раза в год и обновлять тренинг. Тут спору нет. Но я провожу раз в год, потому что просто тупо есть работа, ребята. Нет смысла заниматься извратом. Я просто прекрасно помню, как мои конкуренты это делали каждый месяц. Там проводили какие-то тренинги про... Ну, а смысл? В чем смысл? Зачем набирать каждый месяц там группу по 20 человек? В чем вот просто хоть чуть-чуть логика, если вы специалист? Я вот сколько бы не сводил математику, я получаю... Я посчитал сколько раз. На монстрах маркетинга в лучшем случае за год зарабатывается, ну, где-то там 6-7 миллионов рублей. Я могу ошибаться. Может, чуть больше сумма, ну, где-то чистоганом, да, назовем ее так. И кто-то скажет, это огромные деньги, Костя, но вы разделите этот год на 12. Вы получите там где-то 500-600 тысяч рублей. Кто-то скажет, и это огромные деньги. Я скажу, да вообще, да, неплохо. Но проблема в том, что, в принципе, более-менее хороший специалист по рекламе может сидеть в трусах дома, вообще ничего не делать и зарабатывать те же самые деньги. И действительно, уровень должен быть, конечно, приличный. То есть, вы должны, ну, там, 5 лет, 6 лет заниматься контекстной рекламой на должном уровне и так далее. Бесспорно. Но у меня этот уровень есть. И на кой хрен мне заниматься и извращаться, ну, вот вы понимаете. Тут уже возникает у многих людей вопрос. Костя, а зачем ты вообще, да и другим людям в инфобизнесе, зачем ты занимаешься вообще, проводишь тренинги, разве что только деньги, бабки срубить? И здесь, на самом деле, вопрос супер классный. Вот реально классный. Потому что, в принципе, его нельзя никак, ну, просто обойти. То есть, если бы я просто тренинги проводил вообще бесплатно, абсолютно, тогда, конечно, наверное, ко мне вопросов бы не было. Я бы сказал бы, ну, это просто потому, что вот я так вижу, я художник. Но в реалии, вот просто в реалии, если человек еще, вдобавок ко всему, ведет полностью контент свой, сам пишет его, он общается с людьми, проводит там по 12 раз там одни и те же какие-то мероприятия в год, и у него спрашивают, зачем ты проводишь это, кроме как бабки собрать, он вам ничего на это не ответит. Ну, или ответит какую-нибудь историю, что мне вот сказал мой наставник, духовный наставник, что нужно отдавать информацию в массу. Например, там, не знаю, про инвестиции, да, что сейчас, что сейчас мод, там, инвестиции. Потому что в инвестициях большие деньги, и ничего не надо делать, мол, пассивный доход. Ну, отлично, идеальный развод, в принципе. И, нет, я не спорю, ребята, инвестиции есть приличные, можно куда-то вложиться, есть и достаточно прикольные, ну, я не буду об этом сейчас говорить, есть прикольные вещи, бесспорно, но не в виде инфобизнеса, вы это должны понимать. То есть, если человек имеет доход с этого, полностью рассказывать, как он имеет доход, ну, это зачем? То есть, ты разводишь конкурентов, опять же, ну, вот, отличный вопрос, это вот как раз про Женю, например, мы разводим конкурентов. И здесь я, например, отчасти Женю тоже не понимаю, ну, я сейчас объясню. Я занимаюсь в партнерстве недвижкой, и, как вы знаете, кейсов по недвижке вы здесь не увидите у нас. Будет строительная тематика и так далее. Я объясняю, что строительная тематика, она проще, то есть, у нее вход дешевле, ошибка дешевле, плюс, все-таки, лучше в недвижку идти с инвестициями, с деньгами. И работать с риэлторами вообще тяжело. Ну, все-таки, по-честному, если совсем по-честному сказать, я просто не хочу там видеть конкурентов, просто зачем мне вы там нахрен нужны? Я поэтому ничего об этом не рассказываю, просто по понятным причинам. Если вы считаете, что есть какие-то другие объективные причины, ну, попробуйте, напишите в комментариях. Я такие, наверное, не найду. Вот. То же самое я, кстати, и Жене отдал на партнерство полностью все полные карт-банши, еще года полтора или два назад. Потому что, ну, во-первых, у него, ну, немножко другой уровень дохода, ему проще общаться, скажем так, с честным народом. Потому что, чем больше доход, тем больше люди ходят с ума и не могут донести до более простого люда, так скажем. Ну, это правда, какие-то простые вещи какие-то. То есть, люди начинают там говорить про какие-то, ну, невъебенные вещи, на самом деле. И, ну, это вы можете почувствовать, там, чем более человек реально больше зарабатывает, тем вы подходите и понимаете, что он либо обдолбанный, либо он просто идиот. Ну, на самом деле, это не так, просто он, ну, другой, назовем его так, другой. Так вот, Женя очень в этом отношении, я почему его не понимаю, не потому, что он только занимается, что инфобизнесом, да. Нет, у него есть, разумеется, свой бизнес, у него есть и производство, у него есть действительно партнерство. И он действительно обкатывает техники, которые дает. Это действительно круто, то есть, тут бесспорно. И, как бы, это очень хорошо. Хорошо, проблема в том, что Женя раздает сайты, да, там, вот раньше особенно раздавал сайты, еще что-то. И его, знаете, вот все время кнутом, то есть, он дал сайт, его по 10 раз скопировали, еще дал сайт, еще по 10 раз скопировали и так далее. Ну, благо, сейчас мы этот вопрос отчасти хоть как-то решаем, да, то есть, там, купили лицензии на все сайты и так далее, чтобы можно было просто по щелчку мыши, да, ну, хостинги сразу блокировать. Такое, благо, можно за 12 тысяч рублей в год или за 16 тысяч рублей в год, не помню точно. Вот. Ну, смысл в чем? В том, что Женя постоянно это все раздает и, естественно, каждый раз, с каждым годом у него все доход так... Ну, то есть, он пытается вырасти, а он, ну, не получается, потому что конкуренция, она все равно растет. Ну, логично, это бред, что если этого не будет. Еинственный вот тоже вопрос, который часто люди спрашивают, а как же насчет объемов рынка, то есть, все, рынок-то закончился. Ну, это не совсем так, во-первых, мы ротируем ниши, они меняются, и Женя их меняет просто потому, что он туда набивает людей, и сам уже, ээээ, надо же новое делать. Вот, и, во-вторых, я просто перебираю достаточно много ниш в формате моих клиентов, и достаточно многие из них тоже работают по формату именно бартера, партнерства, агентского соглашения с тем или иным человеком. Да, естественно, мы опускаем много ниш, в которых просто не влезет больше, там, условно, 5 человек, но для этого у нас есть платиновые группы, например, где люди приходят, и мы им даем какие-то уникальные ниши, которые не озвучиваются в общих... в общем клубе, назовем их, назовем такой, да, и, естественно, индивидуально работаем на результат, потому что там, ну, и там и результаты, там, 800, 600 тысяч, уже не тоже такие же есть результаты в кейсах. Просто их надо нормально оформить, а вот это, кстати, еще проблема, вот есть кейсы, например, и хрен оформишь, потому что для этого нужно отдать все это, заделегировать, всю эту информацию раздать, это все отнимает очень много времени, и это не лень, просто времени тупо нет, я серьезно говорю, ребят. Вот, а оно, в принципе, и так работает, поэтому, а что, зачем, чем заморачиваться? Так вот, ладно, про... я сказал, это вы все прочитали, сейчас я еще пару моментов хотел объяснить. Про директолога и так далее я тоже объяснил, надеюсь, про специалистов, про контекстной рекламе я тоже отчасти сказал, поэтому не буду особо сильно, ну, я это сказал, последние, да, слова, поэтому я даже не буду здесь останавливаться. Вот, про фриланс я тоже говорить не буду, ну, просто потому что я не вижу смысла. Я хочу сказать про рынок директолога, директологов немножечко, вот смотрите, существует он с 2012 года, как таковой сам рынок директологов, так как я, в принципе, кручусь около него как раз с 2012 года, я принял для себя, как минимум, эту реперную точку, она не какая-то общеизвестная, да, есть люди, которые занимаются Яндекс.Директом с 2009 года. Ну, я не хочу там говорить, что нет, не может быть, там подобное, вполне себе, может быть, кто-то и действительно занимается, ну, правда, примеры а-ля того, что, вот смотрите, моя первая рекламная кампания в 2000, там, какого-то 2012 или 2010 года, это какая-то фигня на самом деле. Ну и что, у меня тоже они лежат, и что? Я продал интернет-магазин со своими первыми рекламными кампаниями, я вам больше скажу, ну, с одними из первых, потому что первые были на тему как раз серверов онлайн-игр, интернет-магазин, я один из первых продал свой, два интернет-магазина я продал, и у меня везде был директ, и этот директ у меня, он до сих пор лежит, и какие-то кабинеты отчасти от них тоже сохранились. Ну, все, писец, давайте об этом поговорим, ну, это же такая фигня. Вот, этот момент, впервые объявления на вид, да, которые появились, и оттуда появились клиенты, и первые группы ВК-специалистов. Ну, вот у меня она появилась, эта группа в 2013 году, ну, которую, скорее всего, вы и смотрите. В это время большинство директологов, это люди, у которых не получилось открыть собственный бизнес, это факт. Зато есть опыт в рекламе. У меня, наверное, немножко противоположная сторона, потому что у меня были интернет-магазины, и мне пришлось ими пожертвовать, просто потому что на тот момент это было хайпово. Хайпово делать лендинги, это приносило достаточно хорошие деньги, то есть интернет-магазин, это была стабильность. Я, ну, отчасти, да, у меня была на тот момент работа, у меня умирал отец, ну, он действительно болел. Я рассказывал в каком-то из видео, если захотите загуглить в 2014-х годах, вот, и мне просто нужно было уволиться с работы, закрыть на тот момент интернет-магазины. На работе я зарабатывал 75 тысяч рублей, и с интернет-магазинов у меня где-то выходило около 100-150 из каждого. Мне пришлось их позакрывать просто, чтобы заняться маркетингом как таковым, потому что в маркетинге в первый же месяц после того, как я все перекрыл и позакрывал, я сразу же 300 заработал. Мне это показалось очень хороший результат, потому что в интернет-магазины, ну, интернет-магазины это сложная вещь все равно, кто бы что ни говорил. Особенно в те годы это не было такой автоматизацией, как сейчас. Сейчас все-таки это попроще, но зато с рекламой сейчас сложнее. Хотя о чем это я, если мы говорим про интернет-магазины в Инсте, ВКонтакте, да, и так далее. Но тем не менее, ну, в разных нишах все по-разному, ладно, конечно, я тут слишком обобщил. Так вот, зато есть опыт в рекламе. В 2014 году единственный сайт по запросу Яндекс.Директ.Настройка, это был мой. Вот я хочу заметить и здесь поставить очень важную жирную, как бы, точку. У меня на то есть даже свидетели и достаточно много. Реально, люди обалдели просто от того, что как Яндекс.Директ.Настройка, ну, и настройки Яндекс.Директа. Я просто первый висел в SEO, просто потому что не было ни сайтов. У меня даже не сайт был, а лендинг-пейдж. Просто я там текст написал и все. Это было просто крышесносно. Ну, сейчас у меня тоже в SEO сайт висит, но я на него вообще не делаю, если честно, никакой акцент. Потому что достаточно много людей приходит по сарафану и нет смысла вот этим заниматься извратом. Он сформировал сам рынок. В 2015 году он уже полностью сформировался. То есть появилось уже достаточно много специалистов, которые плюс-минус уже закрывали потребности рынка. Как бы смешно ни звучало, плохо, хорошо, но закрывали. Это факт. И сейчас директолог это просто способ заработать деньги с минимальными усилиями. Это факт. Потому что вы берете в работу какой-то легкий проектик. 10, 15, 20 тысяч, 40 тысяч, если вы удачно возьмете человека, берете. Дальше что? Сколько у нас рекламодателей, у которых бюджет больше 50 тысяч рублей в месяц? Ну, потому что с ними нормально более-менее работать. Да, я бы не сказал бы, что их огромное количество. Особенно после всяких пандемий и тому подобное, когда спрос достаточно сильно уменьшился. Да, бюджеты, разумеется, в принципе, остаются и так далее, бесспорно. И к нам приходит достаточно. Но мы, опять же, крупная компания. К нам, естественно, люди просто идут. А к частникам далеко не все так хорошо, как вы думаете. Но я здесь не дописал. Что это значит? Что порог входа каждый год все ниже и ниже. То есть, всякие бесплатные настройки директа, бесплатные аудиты. Ну, условно, там остается только ведение какое-то. Допы какие-то до продажи. Все это очень-очень сильно изматывает человека. А вы представьте себе, чтобы вообще новичок что-то бесплатно настраивать и тому подобное. Да это же бред, это же изврат. Зачем вы этим будете заниматься? Да никто. Вот принтскрин с другого какого-то сайта, где люди декларируют. Давайте-ка я себя подвину. Ой, не-не-нет, себя подвину. Себя. Пардон, ребята. Придется мне склеить все-таки видео. Не одним дублем записать. Просто то, что у меня ОБСК зависло. Так вот. Сколько зарабатывают специалисты по интернет-рекламе? Это 2020 года, если что, лендинг. Так, вакансии на HeadHunter, значит ли. Арбитаж трафика Яндекс.Директ от 100 тысяч рублей. Таргетолог, директолог, торолог от 120 тысяч рублей. Трафик менеджер 70-120 тысяч. Так вот, оказывается, средний заработок специалист по интернет-рекламе по России. Это 800-2000 долларов при работе в компании. Вот вы знали об этом? Очень интересная информация. Если работать в формате фриланса и вести несколько заказчиков, то заработок может достигать 4-5 тысяч долларов. Вот это мне очень интересно, если честно. Вот много тут фрилансеров, которые зарабатывают 5 тысяч долларов. Ну, 5 тысяч долларов, это у нас получается 350 тысяч рублей в месяц. Да? Вот сколько. При том, что несколько заказчиков. То есть, получается, у вас должно быть до 10 проектов в месяц. Вот. Ну, то есть, от 2 до 10. Там же написано несколько. При этом вы можете работать удаленно. На этом мы уж вообще просто будем молчать. Потому что, конечно же, ну, вы же понимаете, что с ноутбука очень удобно анализировать рекламные кампании. Вот у меня тут вот монитор, вот он 4К. Я его в 2К перевожу, когда записываю видосы. Потому что вообще надо вот иметь два монитора. Я второй все никак не куплю. Надо купить обратно вернуть, так скажем же, конфиг после очень неудачного прошлого нового года. Два монитора. И вот растягивать. И вот уже более-менее удобно статистику смотреть. В остальном это, ну, полный писец. Вот, пожалуйста, тоже. Узнаешь, как и где искать клиентов. Расскажу 11 способов, как найти заказчика. Даже если у тебя нет опыта и портфолио. Будет секретное задание, с помощью которого можно будет получить клиентов уже во время интенсива. Интересное, да? Вот очень интересное секретное задание. Это как в пикапе, знаете. Надо выйти на улицу, предложить женщине пойти с тобой. Отлично. Гениально. Ну, секретное задание, я думаю... Можете в комментариях написать, какое секретное задание. А я вам подскажу. Там же. Вот, секретный... Лайл, тут, оказывается, у меня есть вопрос. Вам дают готовую базу лояльных заказчиков, черт подери. Я все, оказывается, ответил сам за вас. Которых заранее подготовили к тому, что вы уже будете звонить. Мы часто сами такое делаем, практикуем. Здесь нет ничего такого зашкварного, но просто... Это еще белый способ, когда, вот, например, у нас есть действительно большое количество заказчиков, которым мы отказываем в агентстве. Мы собираем такую базу, плюс у нас есть собственная база людей, которые говорят, если хотите, пожалуйста, поучаствуйте, так скажем, в лотерее. И ученики вам сами напишут, если у вас будет интересный проект. И людям интересно. Они там добавляются, добавляются в списки, и люди прозванивают, да, ученики. Скажут, идите, сделайте какое-то объявление на вид ВКонтакте. Это... Вот это будет вообще гениально. И там вы, оказывается, получите тоже заказчиков. Ну, или друзьям напишите ВКонтакте, и там тоже можно. Кстати, сейчас ВКонтакте уменьшает количество... Ну, то есть, писать друзьям все меньше и меньше можно. В этот раз они что-то совсем там, я уж не помню правильное какое-то правило. В декабре они ввели. И теперь там совсем писать можно будет, вот прям милиписечку. Вот. И вот следующий вопрос, который я хотел бы обсудить по поводу вот этих всех спиралей и обещаний. Почему 90% людей, которые обучают заработку на Яндекс.Директ, да и вообще заработку, не имеют собственных действующих агентств в контекстной рекламе? Ну, в нашем случае, это если мы говорим про Яндекс.Директ. И этот вопрос, он мучает... Ну, я надеюсь, что далеко не только меня, но он меня мучает очень долго. Это прямо реально вопрос, на который нет ответа. Понятно, что люди не могут показать настройку вживую, да. Вот я показываю вживой пример онлайне, да, настраиваю рекламную кампанию. Есть люди, которые это показывают, да, на фрилансе, там что-то пытаются похожую историю сделать, ну, в каком-то объеме, да. Людям это не особо... У меня это заходит, да, более-менее какая-то либо подача, либо просто объем трафика достаточный. У других людей это не очень заходит, они на этом все сразу забивают. По моему же совету, когда-то люди ставили свои фотографии на лендинге, оказалось, что у нас по большей части фрилансеры это либо прыщавые школьники, либо старые деды, вот. Ну, крайне мало людей, там, 25-35 лет, которые занимаются подобной ерундой, как настройка контекстной рекламы. Это раз. И два, соответственно, у нас было какое-то время, когда я попросил всех людей делать вживую аналитики. И столько выявилось людей, которые проводят аналитики вживую. За это сейчас берут деньги по 5-10 тысяч, как я их завещал. Ну, там просто, в общем-то, кусочек видео, где человек рассказывает о ошибке аналитики. Проводит аналитику, анализ рекламной кампании, и, соответственно, по чек-листу какому-нибудь. И далее выявляет проблемные места. И за это можно взять деньги, особенно если это в видеоформате. Я ничего против не имею, но просто количество людей, которые взяли это на вооружение, достаточно большое. За это спасибо, кстати, что слушаете меня, это очень приятно. Вот, слава богу, последние советы я все-таки раздаю больше только в монстрах маркетинга, меньше рассказываю в открытую, прямо так. Вот, в общем-то, ответа на это вопрос у меня нет, и это вопрос, видимо, риторический. И вот следующий вопрос, который меня очень интересует, почему у этих же специалистов, которые декларируют себя как специалисты по настройке Яндекс.Директа, которые супер успешны и так далее, почему у них в друзьях нет ни одного специалиста по Директу, и одни только инфобизнесмены. Ну, просто ВКонтакте у меня там что-то 8 тысяч друзей. И если зайти на их страницы, они у меня, благо, не в друзьях, но видно общие друзья. И общие друзья у нас только инфобизнесмены какие-нибудь, различные абсолютно, там от самых более-менее каких-то нормальных до самых каких-то вообще атасных. Но у нас нет общих друзей в формате специалистов. То есть я знаю, что специалисты, вот именно ребята, я знаю, в каких они группах, в чатах состоят, да. Я знаю, кто с кем дружит более-менее, они там все зафренджены, естественно, и так далее. Они зафренджены со мной и так далее. А эти нет, у этих нет вообще никого, никаких специалистов. И тут как бы можно просто опять же задаться вопросом, а почему? Естественно, человек опять же рядовой, да, новичок, он никогда об этом не подумает даже, потому что он специата ни одного не знает. Но это достаточно, конечно, грустно. Вот. Еще хотел просто поговорить о том, за что вообще платить специалисту. В контекстной рекламе я немножко отойду от темы, да, спирали обещаний, но тем не менее. Первое, это за опыт. Второе, это за будущий результат, за постоянный результат, за потраченное время на оказание услуги, то есть человек час, условно говоря, и за какие-то консультации. Я вот могу сразу сказать, что у меня в консультации, я уже, по-моему, несколько раз говорил, об этом, наверное, не совсем секрет, получалось в среднем в этом году около, ну, я провожу 30 часов где-то консультаций, каждая моя консультация, Мишина, стоял с прошлого года, она стоит теперь 10 тысяч рублей в час. Соответственно, нехитрыми вычислениями можно посчитать, что это около 300 тысяч рублей в месяц. Это неплохие, в принципе, деньги, как вы понимаете. Это не относящиеся к тем деньгам, которые я раньше говорил. И это прилично, это хорошо, особенно то, что люди постоянно приходят, да, это, ну, то есть, они не, это не люди, которые идут каждый раз, новый, да, человек, да, это новые люди тоже приходят, но тем не менее приходят люди, которые два раза в месяц кто-то, ну, редко, когда бывает, там, раз в неделю берут. Это все равно плеяда ребят, которые просто регулярно покупают консультации, просто потому что они получили какое-то количество действий, они это внедрили, они получили какой-то результат, пришли за новой порцией, либо что можно там, опять же, докрутить и так далее, и так далее, и так далее. При этом приходит, опять же, бывает там целая консилия, да, условно, директолог плюс владелец бизнеса, владелец плюс, там, два директолога, ну, и так далее. То есть, вариаций очень много бывает. А самое главное, это, естественно, за опыт. Опыт, это то, что, как говорится, не пропьешь, это вещь, которая очень нужная, и вы должны эту вещь, как бы, показывать людям, ну, как-то правильно отражая это. Так вот, мне очень интересно, как люди, опять же, в интернете показывают свой опыт. В принципе, никак. В основном, только была боли, и я это показывал на предыдущем видео, где я горел жестко. Я не очень понимаю все эти истории, но при этом люди, естественно, верят, потому что, ну, как бы, ну, понятно, что, опять же, те, кто не разбирается в рекламе, в принципе, наши заказчики, им главное просто красиво на уши присесть. Это как бы не на во. Мы маркетологи, и мы, в принципе, должны этим заниматься. Но потом нас всех абсолютно сравнивают с куском полного, ну, контекстного говна, просто потому что человек обещал, обещал, а ничего не сделал. Как же так? Ну, наверное. Опять же, это риторический вопрос. Ну, про частные директологи я говорил уже, да, ну, отчасти я что-то расскажу, вот, чтобы вы понимали просто, из чего складывается доход частного, например, директолога. 60-90% людей – это рекуррентные платежи от старых клиентов, чтобы просто вы понимали, что частники, что агентства, в принципе, они на этом живут. И те, опять же, ребята, которые рассказывают, что вы будете там постоянно просто в шелках, ну, это, я согласен, это может быть при условии, что у вас будут старые клиенты. Но если у вас нет опыта, и вы делаете полную какашку, то старых клиентов у вас не будет просто потому, что клиент у вас будет одноразово. И все, на этом закончится вся история. То есть, это достаточно грустненько. Вот, ладно. Это я все, вот, хочу показать нескольких ребят. Я тут не буду показывать плохую рекламу, но вот у нас есть очень классные ребята. Мне, например, нравится. Вот, настроить директ за 15 тысяч рублей. Я, ну, некоторых ребят из этих знаю, сразу говорю. То есть, они проходили у меня обучение. Обучение. Вот. И вот, честно, частный специалист по контекстной рекламе. Олег. Занимаюсь настройкой контекстной рекламы с 13-го года. Ну, то есть, с момента, вот, когда я начал обучать. Ну, чтобы вы понимали, это 7 лет. 7 лет. Это очень много. То есть, если бы он здесь написал 7 лет, люди бы охренели. Занимаюсь продвижением сайтов с 2012-го года. Имею опыт, работаю там с большинством CMS и так далее. Просто хочу показать, смотрите, какой список регалий, и он действительно реальный, ну, близок к реальности, как минимум. Я хочу показать стоимость настройки рекламной кампании. 15 тысяч рублей. Я напомню, что нам декларируют там чуть ли не 5 тысяч долларов фрилансерам. И очень интересно посмотреть. Очень интересно посмотреть, когда у вас нет вообще никаких регалий, как вы будете 5 тысяч долларов зарабатывать. Вот Андрей, отличный тоже парень, Женя его знает и так далее. Ну, делает рекламные кампании, вполне себе, ну, хороший парень. На контекстной рекламе парень мужчина. Мужчина, взрослый мужчина. Зачем я принижаю? Это взрослый мужчина, огромный специалист. Просто я, он очень давно у меня проходил тренинг, не помню, у нас в мастер-группе точно состоит. Мы с ним часто общаемся, он помогал Жене с проектами, я его рекомендовал и так далее. То есть, ну, опытный парень. Посмотрите. Ну, просто, чтобы вы понимали. У них у всех ценники вот такие. 14 900, 9 900, 6 900. И это не потому, что я их плохо научил. А потому что, потому что 5000 долларов на фрилансе, вы откройте, какие это фрилансеры на 5000 долларов зарабатывают. А что же тогда, расскажите мне эти замечательные фрилансеры, если они обучают, что 5000 долларов вы можете зарабатывать. Что они сами-то их не зарабатывают? Чего? Ну, просто вот тупо. Хорошо, не занимайся инфобизом, возьми больше на себя работы, возьми в штат сотрудников и зарабатывай не 5000 долларов, а 15 000 долларов, 20 000 долларов. Как такое у тебя? Отличная бизнес-модель. Так почему же мы занимаемся ерундой какой-то? И у меня нет ответа на этот вопрос. Зато 7 тренингов в год мы можем проводить. Класс, класс. Ладно, про док-профессии и про постоянные работы я уже говорить ничего не буду, потому что тут уже я не буду вводить слишком длинные-длинные дискуссии. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, ерунда, да, ерунда. Я не считаю, что это адекватно, я не считаю, что это правильно. Я, вот мы с Женей этот вопрос очень аккуратно пытаемся всегда обойти, потому что у нас постоянно с нас спрашивают, и у нас все-таки есть некое доверие от аудитории, что мы все-таки не самые последние инфо-цыгане и не врем, на тему вот всяких кейсов и на тему как раз обещаний. И когда с нас спрашивают какие-то гарантии, когда с нас обещают, а вот какую статистику дайте нам, да, по вот, сколько мы заработаем. Вот я хочу знать, сколько я заработаю через 2 месяца, если я у вас на тренинге проучусь. Никто вам об этом не скажет. Никто. Потому что каждый человек, он по-своему уникален. Да, вы ищите себя в кейсах, о, я похож вот на этого замечательного парня там в очках, условно говоря, о, как Влад, например, он зарабатывает там 300к, значит, я буду зарабатывать 300к. Но Влад впахивал, он работал, а вы еще пока ничего не делали. И неизвестно, будете ли вы это делать, и будете ли вы это делать усердно, как Влад, например. Ну и так далее. И много всяких моментов, которые могут быть связаны с тем, что вы там не заработаете денег, такое часто бывает. У нас просто не приходят люди, не говорят, все, отдайте нам деньги, да, вот вы негодяи и козлы. И за это отдельное спасибо опять Жене, что он на эту тему очень правильно людей, ну, он общается с ними. И Мише спасибо, он перед этим тоже, перед тем, как люди платят деньги. Мы обязательно спрашиваем, чтобы это были не последние деньги, потому что работать с людьми, у которых вот сейчас там последние деньги, это идиотизм. Потому что они, ну, у них нервы, они не до этого, они не будут заниматься бизнесом. И когда у людей последние деньги, и у них никогда не было бизнеса, они никогда не будут заниматься бизнесом. Это фигня какая-то полная. Вот. Ну, то есть, ва-банк ставить, сами понимаете, это как человек, который идет по рулетку, вкидывает последние деньги. Все на красное, все на черное, ну, и тому подобное. А выпадает зеро в итоге. И мы очень аккуратно и щепетильно к этому относимся. Я рекомендую всегда, если вы соберетесь все-таки вот такую, ну, получилось очень длинное, да, видео, немножко буду подзаканчивать, подводить, подытоживать, подводить итоги. Я считаю, что в обязательном порядке нужно, если вы хотите пойти на какие-то инфокурсы и так далее, естественно, надо 10 раз подумать, нужно ли вам это. То же самое относится и к партнерскому беспределу, и к монстрам маркетинга и так далее. Потому что курсы, да, мы доводим до ума, разумеется. И я стараюсь это делать не только один, потому что у меня просто физически нет времени. Я стараюсь привлечь к этому ребят, специалистов. Да, я получаю меньше денег, намного меньше. То есть я получаю не все деньги, да, там маржа не стопроцентная. Но я, понимаете, я переживу. Главное, что у меня время сильно экономится. Ну, то же самое и с автоматизацией и делегированием. Работа полностью вот с партнерским беспределом и прочим, это очень сильно. Спасибо Жене за это, особенно то, что в этом году мне очень сильно подсобил. Потому что у меня была очень сильно серьезная депрессия. И вообще я считал, что когда у меня там случились свои переживания в начале года, я думал, что я вообще никому ничего обучать не буду очень. Ну, просто так решил, что это достаточно неправильно, потому что просто буду негативы очень много людям нагонять. И отчасти так и получилось. Это я, наверное, отдельно все-таки видео на эту тему сниму под новогоднюю ночь вместо нового года. Место поздравлений с Новым годом. Вот. И я очень рекомендую изначально вот задуматься, нужно оно вам или нет. И все-таки почитать отзывы. Не только как бы ВКонтакте. Есть очень много мест, где можно их почитать. Лучше всего знать о человеке все. Даже если какую-то гадость и грязь и так далее. Про меня тоже много еще интересного в интернете пишут. И благо этого мало. Мало, потому что, ну, к сожалению, не так много, видимо, хайпуюсь на всяких разных каких-то свежих темах. И ни с кем не воюю, наверное. Вот. И, ну, все-таки это даст вам хоть какой-то баланс, понимание. Нужно куда-то идти на тренинг или нет. Это раз. Ну, и во-вторых, не верьте просто пустым обещаниям. Потому что обещание, обещание. А если у вас нет опыта, если у вас нет желания, если у вас нет хотения заработать денег, чему-то научиться и так далее. Нет никакого вообще смысла идти на какой-либо тренинг. Это просто пустая трата денег и времени, которые вы могли бы потратить на своих родных, на свое здоровье, на свои какие-то развлечения. Не по тренингу какому-то, а просто синвестировать. Положить под подушку, в конце концов. Доллары, которые отчасти растут. Не так индексируются, как рубль. Вот. В общем, вы меня, надеюсь, поняли. Ну, и надеюсь, вы все-таки переживете именно это видео и поймете, что 90% людей, которые постоянно гоняют, только и делают, что гоняют информацию из пустого в порожнее. Это не надо всех людей приравнивать к этой касте. Это очень важно. Вот. Ладно. Получается, длинное видео. Буду заканчивать. Спасибо большое. Если есть какие-то комментарии, с удовольствием их прочитаю и, возможно, подискутирую там внизу под видео. До скорых встреч. С наступающим Новым Годом. Либо, если уже Новый Год наступил и Миша все-таки проворонился, что можно, тогда уже с наступившим Новым Годом. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное.